Здоровье это еще не все, но все без здоровья точно ничто. Поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Зубы. Это тема нашей сегодняшней программы. Зубы часто вызывают проблемы с органами, которые, казалось бы, не имеют к ним никакого отношения. На самом деле, посредством кровеносной системы зубы связаны почти со всеми внутренними органами человека. Поэтому даже обычный кариес может вызвать неожиданные заболевания. О различных пульпитах и проблемах с деснами даже не стоит говорить, ведь очаг инфекции там гораздо больше. Во всем этом мы будем разбираться сегодня и помогут нам в этом представители стоматологической клиники ЮДЕНТ, директор Юлия Афанасьева. Здравствуйте. Здравствуйте. И врач-ортодонт Нина Ковунова. Добрый день. Добрый день. Зубочелюстные проблемы неразрывно связаны со здоровьем организма в целом. Почему? Да, конечно. Зубы не могут отдельно существовать от организма. И в нашей клинике учитывается зубочелюстная система в комплексе со всем организмом. Потому что все плоскости, которые, включая и окклюзионные плоскости, должны быть параллельны. Тогда тело организма более устойчивое и чувствует человек себя так намного комфортнее, чем тот, который вынужден подстраиваться под искривления какие-то. Даже это касается искривления плоскости, смыкания зубов. И вот это очень серьезно сказывается на весь организм. И таким образом у нас в клинике люди избавляются от таких проблем, как головные боли, шум в ушах, ночное искрежетание зубами, храп. Страшная проблема на сегодняшний момент – это ночное апноэ, которое уносит до десятки лет жизни и ухудшает качество жизни человека. И нужно смотреть не только на зубы, а на весь организм в целом. В нашей клинике также развивается не только взрослое направление, взрослая стоматология, но также и детская. И в последнее время возникла необходимость открытия центра раннего ортонтического лечения. А почему это так важно? Наверное, можно же в конечном итоге в любом возрасте порешать эти проблемы. Смотря какой ценой. Да, здесь складывается, наконец-то изменилось направление, то есть нужно не исправлять создавшуюся уже патологию, а предотвращать. И сегодняшнее направление в детской стоматологии направлено на устранение тех причин и функций, нарушению функций, которые приводят к изменению патологии прикуса. И здесь же речь идет не только о зубах, но еще о росте всего организма в целом. То есть очень важное значение имеет зубочелюстная система в развитии всего организма ребенка. Как можно понять, что у ребенка появились какие-то проблемы? Ну вот предположим, он не жалуется там на зубную боль и так далее. Вот как это определить? Это очень хорошо видно, даже если в рот ребенку не заглядывать. То есть по внешнему признаку ребенка, вот он взошел, уже понятно, какие у него проблемы. Как у него растет лицевой скелет, чем он дышит, как он глотает. То есть если посмотреть на ребенка, то можно увидеть, что у него круги синие под глазами, что он такой уставший, что осанка у него искривлена, что у него переднее положение головы, и что ему вообще тяжело жить. Он такой вот, ну иногда даже и сил-то у него нет. Слабенький такой. То есть и устает он быстро, и родители жалуются, что вот у нас и делает, и ничего не хочет. Затем такие дети очень часто болеют. То есть и постоянно открыт рот, потому что нос у него забит, дышать ему нечем. И во время глотания у него сокращается, он может голову вперед, там, глазами моргать. То есть помогать всем организмам участвовать в акте глотания. И все это связано с неправильным прикусом? Знаете, так же трудно поверить, если честно. Все это формирует не только неправильный прикус, но и в дальнейшем и неправильный скелет, и мышцы. То есть дальше, если ребенок дышит не носом, ну... То есть это говорит о том, что это функция, которая приводит к неправильному формированию прикуса. Там еще зубов-то нет. То есть нужно вот посмотреть, что у ребенка что-то не так, что нужно срочно прийти и скорректировать эти неправильные функции, чтобы у него зубы сформировались, не только зубы, чтобы все было гармонично, чтобы ему в дальнейшем жилось легче. И избавиться от кучи проблем, которые потом возникают. Родители, я думаю, вам достаточно часто задают вопрос. Сроки первого посещения стоматолога, сроки первого посещения ортодонта. Если, предположим, ну не заметили вот ничего еще пока, есть ли какая-то необходимость и смысл посещать клиники, возить ребенка, разбираться с этим? Для родителей ребенок самый любимый, самый дорогой, что у него вообще все замечательно. И когда говоришь родителям, что ваш ребенок дышит ртом, и говорят, нет, нет, вы что, наш ребенок вообще золото, он лучше всех, и дышит он замечательно. И мы делаем специальные тесты, которые выявляют, что ему тяжело дышать, и что он вообще не может рот закрыть нормально, долго сидеть на одном месте. И когда показываешь, родители в шоке, что как же так, а как же мы этого раньше не видели. То есть необходимо периодически показывать специалистам, которые помогут увидеть эти нарушения и вовремя исправить. Я думаю, просто если ребенок дышит ртом, и родители это увидели, то, скорее всего, они могут предположить, что у него что-то там с аденоидами может быть, и всего скорее, наверное, к лору ребенка поведут. И вот это наша самая большая проблема на сейчас, потому что я вот как мама четверых детей столкнулась с тем, что к одному лору прихожу, к другому, и к логопеду одного, второго, третьего, и я не могу им в комплексе объяснить, что нужно моим детям, потому что я имею медицинское образование и безумную любовь. То есть я вот на каком-то интуитивном уровне чувствую, что это лечение мне подходит, а это нет. Плюс мои знания приложены к этому, да, но ведь если мама не имеет медицинского образования, она не может, точно, она может только поверить этому врачу. Конечно. Да, если врач говорит, ваши аденоиды израстутся, к 13 годам их ни у кого нет. У ребенка они уже появились в 3 года, ему уже трудно дышать носом, поэтому он открывает рот. Рот же больше, проще сделать глубокий вдох ротом, чем через увеличенные аденоиды, через маленькие носовые ходы протискивать этот воздух. Поэтому ребенок к 14 годам уже имеет сформированную скелетную аномалию, это удлиненное лицо по типу вертикального роста и переднее положение головы, и дальше там сопутствующее множество факторов включается. Как все сложно. Хорошо, когда мама имеет медицинское образование и способна все это увидеть. Вот вы сказали, Юлия Викторовна, что ребенок становится апатичным, пассивным, и у него пропадает интерес к жизни. Ну а, собственно, вот с чем это связано-то? Почему? Это связано на то, что должно присутствовать носовое дыхание. И носовое дыхание, оно играет ключевую роль в развитии... В жизни? Да, в жизни. Просто в жизни. Рот у нас для того, чтобы есть, нос для того, чтобы дышать. Проходя через носовые пути воздух, он у нас охлаждается, согревается, дезинфицируется. И... А мы можем вот это сейчас как-то на схеме видеть, да? Да, вот сейчас неправильно. На дыхании идут. Это у нас ротовое дыхание. Через ротовое дыхание рот у ребенка открыт, через дыхательные пути воздух не охлаждается. Через носовое дыхание он согревается, дезинфицируется. В эндотелии кровеносных сосудов синусов образуется монооксид азота, это называют молекулу жизни. И она секретируется в полость носа. И воздух, когда проходит через носовые пути, он попадает вместе, это монооксид азота, вместо с воздухом попадает в организм. Эта молекула монооксид азота имеет огромное значение. Он как трансфер кислорода к тканям организма. То есть идет усвоение кислорода. Затем регулирует функцию всех жизненно важных органов. И участвует, в общем, имеет огромное значение в окислительно-восстановительных процессах. Если кислород усваивается правильно, его достаточное количество, то углекислого газа в крови, то есть это норма, то есть углекислого газа и кислорода. То есть и в организме нет кислородной недостаточности. То есть кислород нам нужен, как говорится, как воздух. Вот. И признаки, а если ребенок дышит через рот, то кислород не усваивается, углекислый газ быстро выводится из организма и сбивается вот этот баланс в организме. И возникает кислородное голодание. Признаки кислородного голодания – это отсутствие внимания, нарушение работы с стороны центральной нервной системы, ухудшение памяти. Такие дети очень плохо себя чувствуют. Они очень много… повышенная потливость, быстрая утомляемость и отсутствие интереса к жизни. Потому что у них сил-то хватает только для того, чтобы себя восстановить. Уж какой там интерес жизни к окружающему миру. Также эти дети могут плохо спать, ворочаться во сне, в то же время ложаться, в нормальное время стоят, но они не высыпаются за это время. Они могут быть капризными. И родители зачастую не связывают это с тем, что он всего лишь чуть-чуть рот приоткрыл. Между тем, если ребенок дышит ртом, то за вдох, который он делает ротовым, через рот и выдох, усваивается только 20%, до 20% кислорода от нормы, если бы он вдыхал тот же воздух через нос. То есть насколько у нас гипоксия у детей развита. Что им даже делать ничего не хочется, а мы ничего не можем сделать. Мы думаем, что происходит с ребенком, да? Что такой ленивый текстур. Ну вот исходя из всего вышесказанного, то можно предположить, что все-таки вот очень важен именно комплексный подход ко всему, да? Да, конечно. То есть и вот важно понимать, что, например, если лор-врач рекомендует удаление миндалин, и чтобы они дальше не разрастались, а если воздух не будет через нос поступать, они будут разрастаться, потому что там пусто. То есть необходимо провести комплекс процедур на то, чтобы ребенок рот закрыл. И тогда очень часто миндалины просто уходят даже без хирургических вмешательств, если начать упражнения на носовое дыхание периодически. То есть для этого нужно уделять большое количество времени. И у нас вот в центре как раз большое внимание уделяется миофункциональным упражнениям, чтобы с ребенком занимались, чтобы он включился в этот процесс, и чтобы понял, что такое дышать носом. Потому что если ребенку просто дашь этот тренер рассказать, что вам нужно делать то-то, то-то, ему у него сил нет, он вообще не понимает, зачем ему это надо, родителям некогда. И то есть в центре как раз у нас такая атмосфера будет. А могут именно потренировать ребенка эти упражнения. И тренировать, то есть они будут в группах вместе включаться в процесс. То есть там неординарная остановка будет в игровой форме. То есть они включаются и очень быстро, потому что ребенок, они как пластилин, им дай нормальное направление, они тут же раскрываются. Буквально за год исправляются вот эти нарушения функций, а там дальше ребенок уже сам включается, потому что у него силы в конце концов пришли. Интерес появляется, то есть он хочет жить, хочет что-то делать. Ему все интересно становится, он становится любопытным. Как должен быть ребенок. Ну а вот вы сказали, что некоторые доктора говорят о том, что вырастет ребенок, и эти проблемы исчезнут. Ну а вот лицо, оно же, череп тоже растет? Оно уже не изменится. Как? За счет того, что растет, может быть, что-то само собой и выровняется? Если оно выровняется, организм компенсирует всегда. До поры до времени, пока там уже последние капли, и все, люди начинают болеть. То есть формируется вертикальный тип роста, если не вмешиваться. У нас есть вот даже небольшая картиночка, вот может быть, что-то по ней прокомментируете. Вот это естественное рост лицевого скелета, когда дыхание через нос приводит к развитию средней зоны лица. Формируется модельная внешность. Это красивое лицо, то есть красивая внешность. При вертикальном типе роста, то есть идет адаптация, конечно. Есть люди, которые кривые, косые, но у них ничего не болит, и не надо их трогать. Но если родители хотят самые лучшие для ребенка, то необходимо корректировать, начиная с трехлетнего возраста. В возрасте от пяти до шести лет за год можно исправить все, если вовремя поймать и начать заниматься. А так, конечно, сколько примеров. Тут вот хотелось бы тоже родителям сказать, что, ну, как мама, то... Вот как мама, я как раз хотела вас спросить, вы нас уже сразили тем, что вы мама четверых детей. Родители ведь очень часто вообще не придают значения ортодонтическим проблемам. И, например, кривые зубы считаются, ну, в общем, совершенно незначительной деталью. Вот вы как мама с чем чаще всего сталкиваетесь? Вот иной раз приходит семья, я объясняю, объясняю, они говорят, ну, а что мы, если ничего делать не будем, мы же там норм... Ну, мы же, я говорю, ну, конечно, вы выживете, вы сформируетесь, просто, ну, может быть, не так красиво, как мы могли бы вам помочь. Все дело в том, что родитель должен помочь. Что вот сейчас у его ребенка до 11, до 12 лет, пластилиновый возраст, мы можем... Косточки, как пластилин, ведь к костям прикрепляются мышцы, и если мы правильную работу мышц обеспечиваем, то мы стимулируем зону роста в месте прикрепления мышцы. И сейчас немножко другое направление, то есть раньше мы... Приходит человек к ортодонту, мы смотрим, да, зубы кривые, мы ровняем зубы. Сейчас приходит человек, мы смотрим, зубы кривые, но в чем причина? Причина в мышцах, если... И смотрим даже уже на лицо. И уже можно сразу сказать, что если мы не заставим правильно работать мышцы, то у нас будет аномалия скелетной формы. И получается, сейчас начинаем все сначала. То есть сначала мы правильно научим работать мышцы, затем растим кости, чтобы в эти кости поместились все зубы. Ну вот если очень примитивно, то родителям надо вот примерно на таком... Так и объясняете? Так и объясняю, да. То с вашими пластилинами и детьми мы можем сделать к 12 годам все как положено, как природе помочь. Мягко, очень мягко воздействуя. Ну хорошо, не устраним мы эти проблемы вовремя. Ну вырос ребенок. И собственно... Ну не стал он таким красивым, как может быть там кто-то из звезд. Ну собственно и что? Что за проблема, если вовремя не устранить вот эти моменты? А как он рост на это время, ребенок? Психологические проблемы у него были, он улыбаться перестал? Он в кружках не участвует? Он уже не принцесса в игровых, например, в играх, потому что зубов нет, или они кривые, или он так улыбается, или его дразнят. Ведь насколько психологический ребенок, это же тоже формирует его личность. Какую потом он выберет себе в дальнейшем, да, и специальность, и направление, и жизненный путь? Как дети реагируют на ортодонтическое лечение? Ведь, как правило, это же, наверное, ну какие-то специальные приспособления во рту. Это надо долго носить, это надо там как-то снимать, надевать. Вот как вы, с кем вообще труднее договориться с родителями или с детьми? Договаривать сначала надо с родителем, ну на мой взгляд. Потому что без родителя это же миофункциональное лечение. То есть сам ребенок, он не может себя контролировать, насколько правильно он выполняет это упражнение. Родитель должен всегда быть рядом. Он как самое заинтересованное лицо, потому что тут чаще даже в какой-то игровой форме в моменте. То есть если совсем маленький, ну как в три года ребенка лечить? Сложно же. И пытаешься ребенку вот как форма коррекционной педагогики. То есть ты потяни его сюда, давай здесь, давай как собачка порычим. Ну, к каждому ребенку индивидуальный подход, можно и так сказать, но обязательно с родителем. Юлия Викторовна, а почему все-таки так часто сегодня возникают зубочелюстные проблемы у детей? Да, сейчас это, можно сказать, 90% детей нуждается в коррекции. То есть в первую очередь очень много родовых травм, когда после родов недиагностируемое смещение первого-второго шейного позвонка. То есть это не диагностируется ребенок, вроде бы себя ведет нормально, адекватно, но это ведет к смещению всего организма. Затем у нас, чем мы кормим ребенка, что мы сейчас едим сами. Очень много добавок, которые вызывают набухание слизистой оболочки носа. И это такая скрытая аллергия, которая вроде бы не выявляется, а вот эти набухшие носовые ходы, он не может дышать, все-все. То есть если взять молоко, которое так любят действовать с раннего возраста, по стерилизованным молоком выступает как инородный белок. И он не воспринимается, организм так, как положено. И начинается изменение с стороны слизистой. И первое, что мы рекомендуем, это как раз коррекция диеты с таких детей, чтобы убираем молоко и молочные продукты на какое-то время, чтобы ребенок задышал. Затем очень много аллергичных детей, здесь и экология тоже свое значение имеет. А пища какая мягкая? Да, и плюс то, что всякие пюре, которые родители стараются давать все самое лучшее, все самое качественное, на их взгляд. Но нужно давать твердую пищу, чтобы развивалась субочелюстная система. И плюс малоподвижный образ жизни, как сейчас дети очень, как сказать, компьютизированы. Да, да, да. Вот, и сама поза здесь, то есть здесь развитие идет, то есть мы в своей программе включаем развитие через моторику, через мелкую моторику рук. Развиваем память, то есть включаем весь организм. А когда ребенок сидит и тыкает в этот планшет... Да, и чаще всего он сейчас сидит именно за планшетом, даже уже не за компьютером. И это говорит о том, что он наш потенциальный клиент. Вы знаете, у нас есть фотографии из вашего нового центра. Я, честно говоря, долго на нее любовалась. Давайте покажите нам, пожалуйста, чтобы мы посмотрели все вместе. Вот. Скажите, пожалуйста, вот это, наверное, вообще какой-то иной подход к пациентам, потому что ваши пациенты, они такие специфические, да? Это комплексный подход, то есть большая территория в нашем центре обустроена как раз под вот такие занятия. То есть ребенок попадает в другую атмосферу, где здесь нет бормашины, то есть им занимаются. Здесь такое дерево есть, вокруг которого они будут ходить и заниматься. То есть это не просто для украшения? Нет, мы там ходим, лежим, мы делаем упражнения. Продуманно, под работу. Затем мы сотрудничаем с МРС-программой, то есть как раз миофункциональное комплексное лечение, которое и разработало вот эту программу для раннего ортонтического лечения, для устранения зубочелюстных аномалий в раннем возрасте. Вот эти проблемы у детей, насколько долго они решаются? Понятно, что в каждом случае, наверное, это индивидуально, но... Сейчас очень много детей с задержкой развития. И к таким действиям, конечно, нужен особый подход. И с ними потребуется больше времени, больше времени по коррекции. Это зависит от того, насколько ребенок готов, насколько есть контакты родителей и детей. То есть, и все это будет индивидуально. Ну, я так понимаю, что непростые задачи у вас и, наверное, непростые пути решения. В чем главные трудности именно в работе сейчас? Ну, на мой взгляд, сейчас самая большая трудность – это именно холистический подход, ну, то есть междисциплинарный. Междисциплинарный, что мы на одну проблему должны смотреть со всех сторон. Это помощь лора, помощь остеопата, логопеда обязательно, и ортодонта, детского стоматолога, кинезиотерапевта. Все? Да. Кого забыли? Вот теперь вроде все. И, наверное, уже смотришь, ну, как же я могу тебе рот закрыть, если ты дышать не можешь через нос? Иди к лору. Приходит от лора. Лор сказал, все хорошо. Иди к другому. И другой тоже сказал, все хорошо. К третьему. Может быть, вы и не правы. Да, неужели не правы? То есть мы обращаемся к специалистам, которые готовы сотрудничать. Которым это интересно. Которым это интересно. Мы будем искать, расширять эту деятельность. Будем организовывать в ближайшее время круглые столы по междисциплинарному подходу. И все, кто заинтересуется, пожалуйста, милости просим. Мы будем только рады, потому что это действительно междисциплинарный подход. И только в комплексе со всеми специалистами мы можем достичь хороших результатов. Вообще вот эта тема междисциплинарного сотрудничества сейчас во многих областях медицины о ней заговорили. И, наверное, только так и можно решать серьезные проблемы со здоровьем. Да. Ну и, может быть, еще, пользуясь случаем, как любят говорить, хотели бы что-то и для родителей сказать. Можете это сделать. Что хочется сказать для родителей. Родителям нужно заботиться о профилактике, а не лечении, устранению уже патологии. Чем раньше вы обратитесь за помощью или хотя бы за консультацией, тем больше вы избежите проблем со стороны здоровья, улучшите намного жизнь ребенка и облегчите себе жизнь. То есть добро пожаловать в наш центр, на консультацию, где мы все вам покажем, расскажем, и вы примете решение, что делать дальше. Да, и ребенку будет интересно там. Это я уже тоже поняла. Однозначно. Спасибо огромное за вашу консультацию. Ученые считают, что недостаточный уровень ухода за полостью рта повышает риск возникновения проблем сердечно-сосудистой системы аж на целых 70%. В довершение еще такой кусочек информации. Ну, поэтому, конечно, не стоит забывать о здоровье зубов даже тогда, когда они вас не беспокоят. Известный стоматолог Сильвия Чес точно подметила, хорошо смеется тот, у кого 32 зуба. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!